В Югре сняты ограничения на проведение массовых церемоний бракосочетаний. Ранее находиться в ЗАГСах в одном помещении могли не более 8 человек. Кроме того, снят запрет на организацию мероприятий с участием более 20 гостей. Однако для этого пункта послаблений есть условия. Согласование власти дадут лишь в том случае, если коэффициент распространения коронавируса в том или ином муниципалитете будет равен единице или меньше этого значения. В то же время охват тестированием на ковид должен составлять не менее 200 человек на 100 тысяч населения. Соответствующий правовой акт опубликован на едином официальном сайте государственных органов Югры. Накануне на заседании регионального оперативного штаба стало известно, что режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей Югорска, Советского и Урая отменен. Кроме того, губернатор автономии сообщила, что регион получит из федерального бюджета 17,5 миллионов рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Также округ ждет поступлений в бюджет на соцвыплаты медработникам. На специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом, будет направлено с федерального бюджета еще 46,3 миллиарда рублей. В этой связи приведу мнение председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Он отметил, что сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в красных зонах, больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать. В Югре работают 12 ковидных госпиталей. В них развернуто более 2200 специализированных коек. Почти 850 из них сейчас не востребованы. В окружном департаменте здравоохранения сообщили о снижении в недельной динамике как числа заболевших коронавирусом, так и количество пациентов, кому потребовалась госпитализация. Комплектов вакцин в медучреждениях автономного округа достаточно. Наталья Комарова поручила Депздраву наладить работу по приему заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства. Если 10 и более сотрудников одного предприятия заявят о желании поставить прививки, к ним должна приехать выездная бригада. Также на территории каждого муниципалитета автономного округа как минимум один пункт вакцинации будет работать до 22 часов. Вакцинация, который сегодня отмечается, это порядка 2-2,5 тысяч вакцинируемых в сутки. Я думаю, есть возможности его увеличить с учетом возвращения югорчан из отпусков и вот эту иммунную прослойку увеличить. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, это иммунная прослойка, это число вакцинированных плюс число переболевших составляет порядка 57% жителей автономного округа на сегодняшний день.